Никто не хочет со мной играть! Пойду папе расскажу! А-а-а! Ничего себе! Что за художества такие? Гоша, пошли поездим на самокатах! Пошли, а, братик? Фёдор, там жарко, я отдыхаю в теньке. Ну, Гошка, ну, братик, ну пошли поиграемся, покатаемся. Не, Фёдор, жарко. Иди Ярика попроси. Ярика? Ну ладно, а где этот Ярик? Ярик, поселись с тобой на самокате покатаемся. Не, Фёдор, не хочется, там жарко. Пойдём, Фёдор, отстань. Фу! Никто не хочет со мной играть! Пойду папе расскажу! Папочка, папа! Что случилось? Папа, мальчишки не хотят со мной играть, пошли ты со мной поиграешь, что не покатаешься на самокате. Фёдор Сергеевич, я тут просто в телефоне немножко занят. Жду сообщение важное по работе. Но у меня есть идейка. Идея? Какая ещё идея? Сейчас я сделаю так, что братики будут с тобой играть. Ура! Ура! Здорово! Иди и делай, а я буду ждать. Так, Георгий, Ярослав, а ну-ка ко мне подходим. Ой, ну что ты, папа, там уже придумал? Значит, ребята, вот вам альбом, листики, вот вам коробка красок, и вот тут есть такая губка, несколько штук. Макайте в краски, макайте Фёдору на руки, и пусть он свои отпечатки пальцев ставит на листиках, вам понятно? О, я думаю, Фёдору понравится. Я думаю, вам тоже, ребята, понравится. Так что давайте, занимайтесь с ним, играйтесь. Хе, не знали, что придумать, чем заняться с Фёдором. Вот, красьте ему руки, играйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуй, круто! Такой машины ни у кого в городе нету. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жарко сегодня. О, ну наконец-то звонят. Алло, да, да, это я, да. Да, конечно, сейчас приеду. Да, да, скоро буду. Слушай, Ярик, посмотрите за Фёдором Сергеевичем. Я по делам, на работу надо, скоро приеду. А-а-а! Ничего себе, что за художество такие? Ладошки маленького размера? Кажется, я понял. Откуда эти следы на моей машине? Так, Фёдор Сергеевич, а ну-ка, художник, бери-ка тряпку. И бегом мой мою машину. Мне же навстречу ехать, я опоздаю. Запах лазарь. Братики, вы куда? Папа, а это не я. Ну, Фёдор Сергеевич, ну как не ты? А я же отлечу след маленькой ладошки твоей. Например, от моей. Папа, я не хотел, меня заставили. Так, ну-ка, ну-ка, давай поподробнее. Кто тебя заставил? Сейчас мы их заставим мыть. Папа, ну это братики, они мне говорили, а ну-ка, давай рисуй на папиной машине, она будет самая красивая. Вот я и решил, чтобы твоя машина была самая красивая в городе. Ах уж эти братики твои одинаковые старшие. Обманули они тебя, разыграли. А где они? Покажи пальцем. А они, папа, вон за домом прячутся, убежали. А ну-ка, идём сюда, хулиганы. Так, идём все. Папа вас зовёт, выходите. Чьих рук дело? Это точно не мы, это Фёдор. Это Фёдор, всё, смотри. Ну-ну, детективы, да-да, ещё и брата младшего подставили. Понял, Фёдор, как они всё на тебя спихнули. Руки твои, мол, ты во всём виноват. А кто его подговаривал это делать, а? Ну, Фёдор, даже ты всё делай, не мы. Не, ну, делал, может быть, и Фёдор Сергеевич. По незнанию. Потому что он маленького возраста. Но ведь это вы его подговаривали и подстрекали. Поэтому и мыть будете вы. Вам понятно? Ну, папа! Так, без разговоров. Быстро тряпочки в руки. И моем. Я опаздываю на важную встречу. Правильно, правильно. Быстро за тряпкой. Спасибо, папа, за помощь в расследовании. Работайте, работайте. Будете знать, как меня обманывать. Ох, хитруля. Всем, ребятушки, пока-пока. Вы были на канале Фёдором и Энгером. И никогда не обманывайте своих младших братиков и сестричек. И не шутите над ними. А также подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Инстаграм, ссылочка в описании. Всем пока-пока. Какая хорошая собачка маленькая. Такая хорошенькая. Что, Фёдор, хорошая собачка, да, нравится тебе. А ты попроси папу, чтобы он купил тебе настоящую собачку. Вдруг купит. Будем вместе с тобой с ней играть. Точно, Маруся, ты права. Пойду-ка я у папы попрошу купить мне собачку. Папа, у меня к тебе дело. Что ты там, папа, читаешь в газету? Да. Папа, пап, я хотел бы с тобой поговорить. О чём ты хотел со мной поговорить, Фёдор Сергеевич? Папа, ты меня сначала посади на качельку, а потом я тебе расскажу своё дело. Ну хорошо, давай посажу тебя, покатаешься и расскажешь. Папа, мы тут с Марусей подумали. Расскажи, пожалуйста, у тебя в детстве была собака дома? Нет, Фёдор Сергеевич, собаки у меня не было в детстве. О, тогда тебе тем более будет интересно моё предложение. Мы с Марусей подумали и решили, что было бы интересно завести собаку. Как ты думаешь? Прям у нас в квартире с нами, со всеми? Да, папа, так было бы здорово, маленькую, хорошенькую собачку. Давай заведём. Так, а ты знаешь, что собачку мало просто завести? С ней надо гулять, расчесывать её надо, кормить её надо. Там, короче, куча обязательств по уходу за собачкой. Да-да, дядя Серёжа, и выгуливать по утрам ещё надо собачку. Ну, ты знаешь, Фёдор Сергеевич, всё-таки на собачку я не согласен. Не разрешаю собачку заводить. У нас дома места не хватит на неё. Да и ты слишком маленький, чтобы за ней ухаживать. И Маруська твоя тоже этим не будет заниматься. Она тоже маленькая ещё. Дядя Серёжа, а мы хотим с Фёдором какое-нибудь домашнее животное. Кого нам тогда завести, если не собачку? А идите-ка вы улиток пособирайте. После дождя их много. Вот и будут вам домашние животные. Улиток? Точно, а это идея. Пошли-ка, Фёдор, улиток собирать. Дядя Серёжа, дядя Серёжа, мне кажется, я нашла улитку. Посмотрите, это она? Ну-ка, покажи, что ты там нашла. Вот, смотрите. Ну да, Маруська, молодчинка. Улитка, первая уже есть. Здорово, отлично, я побежала дальше собирать. Один, два, три, четыре. О, ещё одна улитка, доставай её, Фёдор. Ага. Ой, отлично, какая улиточка. О, Фёдор, ещё одна улитка, иди доставай. Иду, иду. Ух ты, беру. Так, отлично, сколько там у нас улиток, Маруся? Ух ты, как много. Так, теперь мы их поселим у нас дома, если папа собачку не разрешает. Хорошая улиточка, маленькая, хорошая. Будешь у меня жить. Ау, 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 будешь у меня жить. Так, улиточка, красивая. Сейчас я вам кушать дам, травки нарву. Кушайте улиточки. Да, вы же не должны быть голодными, я заботливый. Папа посмотрит, как я вас заботюсь, и заведёт нам с Марусей щеночка маленького. Да. О, ты будешь самая главная у меня улитка. Маруся, ты где? Иди сюда, Маруся. Фёдор, ты меня звал? Да, Маруся, иди посмотри, как я улиточек покормил. Ух ты, Фёдор, ты им травки нарвал. Какой ты молодец. Надо ещё цветочков улиточкам нарвать. Ой, как вкусно пахнут цветочки, надо им понравиться. Улиточки, я несу вам ромашечку. Пока-пока, ребята. Вы были на канале Эмбером и Фёдором. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Всем пока-пока, ребята. Будем растить улиточек.